Дагестанцы вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети. В интернете набирает обороты так называемая беспроигрышная схема. В мессенджерах рассылаются приглашения, прозывающие людей стать участниками большой игры, где якобы можно неплохо заработать. Правда, для этого нужно сразу потратить деньги. Необходимо внести первоначальный взнос в размере 2400 рублей и рассказать об этом друзьям, которые также переведут деньги. Называется такая игра по-разному. Общий котел, черная касса, взаимовыручка, но суть аферы одна. По всем признакам это просто очередная финансовая пирамида и, судя по расчетам экспертов, она может рухнуть совсем скоро. Моя коллега Патимат Ханапова попыталась разобраться в ситуации. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, так писал Пушкин еще в 19 веке. Сейчас же эти слова актуальны как никогда. Даже век высоких технологий люди все так же наивны и готовы с легкостью расстаться со своими кровными в надежде на 7-минутную прибыль. Одурманенные легендами об оснословных доходах, некоторые готовы завлекать финансовый водоворот даже самых близких. Что касается схемы, то каждый из участников, я уже об этом говорил, вкладывает по 2400 и приводит двоих. Кто вложил так же по 2400, потом те еще двоих, те еще двоих. Потом, когда собирается вот этот ряд, она сдвигается вверх и этот парень, девушка, первая в втором вершине, получается ей 19200 рублей. Сакральный, загадочный, желанный. Деньги, которые осели последнего ряда, их представляют сотни и тысячи человек. И когда она останавливается, она однозначно сможет, что не могут все люди постоянно кого-то генерировать, понимать, надо постоянно расти, чтобы кто-то получал. И вопрос, куда сядут эти деньги? У кого они сядут? У вас сядут организаторы. Для несветущих людей приглашение к получению прибыли выглядит очень заманчиво. Выигрыши вроде бы выплачиваются, а довольные победители радостно рассылают знакомым скриншоты. Вот, мол, смотрите, деньги пришли. Причем делают это вполне искренне. Именно поэтому многие вступают в игру повторно, наивно веря, что дело можно провернуть еще раз. Но бесплатный сыр бывает, как известно, только в мышеловке. Повторить успех уже не удается. Данная игра в представленной схеме, заложенном в нее бинарным принципом, однозначно запрещена в исламе, так как относится к категории Альмайсер. Альмайсер – это азартные игры, и они запрещены, поскольку люди, которые участвуют в подобных схемах, зарабатывают за счет убытка других людей. Можно смело сказать, что эта игра и подобные им игры в исламе однозначно запрещены. Мы нашли одну из жертв мошенничества. И хотя она не решилась показать свое лицо, информация, которой она делится, безусловно, будет полезна. Особенно для тех, кто еще окончательно не разочаровался в финансовых пирамидах. Мне позвонила моя очень хорошая подруга и сказала о том, что она приняла участие и говорит, мол, вот я Амина выиграла 19 тысяч 200 рублей, это реально, давать-то тоже попробуешь, как раз нужны люди. И я решила, почему бы и нет. На тот момент у меня не было работы. Даже вот эти 2400 мне негде было брать, потому что я без денег абсолютно сидела дома. Я решила взять в долг. Ну, в конце концов, ни я, ни люди, которых я привлекла, не получили денег, потому что нам сказали о том, что недостаточно людей вошли в эту игру и, мол, участники плохо приглашали знакомых. Заинтересовались сомнительной игрой и правоохранительные органы, которые взяли информацию о работе машинческой схемы на контроль. В данном случае эта пирамида, она является незаконной, она нарушает действующий законодатель Российской Федерации и по ней наступает как административная, так и уголовная ответственность может наступить для участников этой пирамиды. Министерство не только занимается этим вопросом, отслеживает эту ситуацию. Есть несколько уже обратившихся лиц, потерпевших, которые обратились в МВД, различные территориальные отделы, с заявлением о том, что их обманули, их денежный перевод они перечислили, их там бросили, кинули и в таком ракурсе просят разобраться в ситуации, помочь вернуть деньги и наказать преступников. Известная в молодежной среде предсказка, что лох не мамонт, он не вымрет, увы, не врет. Число легковерных людей, несмотря на опыт разоблачения многих предыдущих финансовых пирамид, остается стабильно высоким. И когда схема одурачивания людей близится к финалу, организаторы аферы просто пакуют чемоданы и меняют сим-карту в телефоне. Еще раз предостерегаю наших уважаемых, любимых, но и земляков от нетрудовых форм заработка. Мусульмане должны зарабатывать своим трудом, умом и усилиями. А не так, чтобы я у вас взял, у него взял, вы что хотите делать, а я пойду. Что же мы имеем в сухом остатке? Если пиар-компания «Мошенническая схема» прошла удачно, то с одного города организаторы могут собрать порядка 30 миллионов рублей чистых. И предъявить претензии при этом некому. Согласно условиям игры, участники несут потери, потому что не очень настойчиво приглашают знакомых. Поэтому будьте осторожнее и предупредите близких. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.